Далее коротко о наиболее заметных фактах и событиях. Распоряжением главы Адыгеи заместителю начальника полиции МВД полковнику полиции Андрею Федосееву объявлена благодарность за особый вклад в обеспечение правопорядка в период проведения общероссийского голосования. Необходимо отметить, что летом 2019 года указом президента России полковник Федосеев был удостоен медали за отличие в охране общественного порядка. Сотрудники госавтоинспекции Теучешского района провели акцию на федеральной автодороге М4 Дон. Полицейские напомнили водителям, что во время движения не стоит отвлекаться на разговоры по мобильному телефону. Если такая необходимость возникает, то надо воспользоваться гарнитурой. Участились кражи имущества в местах отдыха, поэтому МВД рекомендует не оставлять без присмотра личные вещи. Отправляясь на отдых, не стоит брать с собой дорогие мобильные телефоны, планшеты и ценности. Если пострадали, необходимо срочно обратиться в полицию по 02 с мобильного 102. На главной странице сайта МВД создан специализированный раздел «Адыгея без мошенничества». В нем можно познакомиться с информацией о фактах обмана, профилактических материалах, распространенных схемах и способах мошенничества. В 2019 году в Адыгее зарегистрировано 711 таких фактов. Аферистами причинен ущерб свыше 11 миллионов рублей. Продолжаем выпуск. По материалам, собранным сотрудниками полиции Красногвардейского района, в отношении 29-летнего местного жителя Геогинским межрайонным следственным отделом Следственного комитета, возбуждено уголовное дело. Установлено, что в 2020 году мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок на одной из улиц в Среди Красногвардейском. При попытке прибывших сотрудников полиции пресечь его противоправное поведение, злоумышленник применил насилие в отношении одного из стражев правопорядка, находящегося при исполнении должностных обязанностей. Эти действия были квалифицированы Геогинским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по республике Адыгея, как применение насилия, неопасного для жизни и здоровья в отношении представителей власти в связи с исполнением своих должностных обязанностей. Санкция части 1 статьи 318 УК России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Оперативное сопровождение дела осуществляет служба собственной безопасности МВД по республике Адыгея. Не секрет, что раскрываемость телефонного обмана граждан относительно невысока, но сотрудникам МВД все же удается разоблачать аферистов. На днях оперативниками подразделения КАП полиции Адыгеи задержан подозреваемый в мошенничестве. Материал Сергея Лизарова. Этой весной в Красногвардейском районе Адыгеи было зарегистрировано несколько фактов дистанционного обмана предпринимателей. Все потерпевшие поясняли полицейским одно. Предлогом для аферы стало перечисление относительно небольших сумм на указанные собеседникам счета, якобы за лояльное отношение комиссии в ходе проверки предприятия. Человек не заподозрил, что в отношении него какие-то мошеннические действия совершаются. И в ходе разговора либо давал команду своим помощникам, либо самостоятельно переводил на бонетские номера денежные средства. В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий было установлено, что таких заявлений по территории Республики Адыгеи не одно. И отделение КАП начало свою внутреннюю проверку по аналогичным случаям мошеннических действий. В результате проведения всех этих мероприятий было установлено, что злоумышленник находится на территории города Анапы. И после подготовки к проведению соответствующего комплекса вместе с приучастием Росгвардии, сотрудники подразделения КАП выехали в город Анапу. Получив необходимую информацию о разрабатываемом лице, полицейские Адыгеи выехали в командировку в соседний регион. И в результате успешной операции задержали 43-летнего жителя Краснодарского края. Где получал эти адреса? В интернете. В интернете находил адреса контактных должностных лиц? В интернете, в Яндексе обычно находил. Дальше что? Все записывал и звонил по этим адресам. Что делал дальше? Ну, звонил и... Республику Адыгея совершал? Представлялся, да. По данным МВД, мужчина ранее неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений. В ходе обыска было изъято множество сим-карт, мобильные телефоны, ну, самые дешевые для совершения мошеннических действий, а также различные записи, которые злоумышленник записывал, ну, чтобы не забыть в отношении кого он совершил, какие денежные средства получил и так далее и тому подобное. И был доставлен в Красногвардейский район, где позже ему была вынесена мера пресечения заключения по стражу. Суммы причиненного ущерба варьируются от 20 до 80 тысяч рублей, а общая превышает полмиллиона. На сегодня по статье мошенничества следствием возбуждено три уголовных дела. Еще семь материалов находятся на проверке. По результатам будут приняты процессуальные решения. А пока продолжается документирование противоправной деятельности фигуранта. Сергей Лизаров, Дмитрий Кучеров, программа «Вести», дежурная часть. Сотрудниками Управления экономической безопасности МВД совместно с полицейскими Кашихабальского района выявлен факт незаконной вырубки древесины на территории местного участкового лесничества. Место противоправной деятельности стражи правопорядка обнаружили в ходе проведения рейдовых мероприятий по декриминализации лесной отрасли. По подозрению в совершении этого преступления сотрудниками МВД задержан с поличным и доставлен в отдел внутреннего дела 49-летний ранее судимый житель города Майкопа. Установлено, что мужчина ввел в заблуждение своего знакомого и организовал незаконную порубку древесины, породы, орех черный, общим объемом более 30 кубометров. Предварительно своими действиями житель Майкопа причинил лесному фонду ущерб на сумму 5 миллионов 707 тысяч рублей. Добавим, что с места происшествия изъяты спилы деревьев, бензопила и 30 стволов древесины, которую мужчина не успел вывезти из леса. Следственное подразделение Межмуниципального отдела МВД России Кашхабальский в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере. Санкции данной статьи предусмотрят на максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Фигуранту судом избрана меры пресечения в виде ареста. Полиция Майкопа задержан подозреваемый в сбыте крупной партии синтетических наркотиков. Он оборудовал тайник, в котором оперативники обнаружили 40 свертков, запрещенной солью. Установлено, что задержанный прятал разовые дозы для их сбыта бесконтактным способом с использованием мобильной связи и сети интернет. В ноябре 2019 года сотрудниками УНК городского отдела полиции был задержан гражданин, у которого в ходе личного досмотра были изъяты свертки с наркотическим средством, так называемая соль. А также был обнаружен и изъят тайник с наркотиком, который он приготовил для последующего сбыта на территории города Майкопа. Уже в июле 2020 года в рамках данного уголовного дела в ходе его сопровождения сотрудниками УНК было установлено место еще одного тайника, в котором находилось 40 свертков наркотического средства соль. В настоящее время подозреваемый содержится под стражей. По части 4 статьи 228 прим. 1 УК России следствием возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.